Каждый год энтузиасты устанавливают все новые и новые рекорды, о которых полвека назад никто даже не мог мечтать. Голландец Вим Хофф своим примером показывает, что возможности человеческого тела практически безграничны. Он известен своей феноменальной невосприимчивостью к холоду, за что получил прозвище «ледяной человек». На счету голландца целый ворох мировых рекордов, которые никто даже не осмеливается повторить. В частности, он в течение 73 минут пробыл в трубе, наполненной льдом, и почти два часа находился в проруби. Ученые считают, что все дело в феноменальном складе организма Вима Хоффа. Но наш герой утверждает, что ничем не отличается от других людей. Все дело в специальных тренировках, которые Вима разработал самостоятельно. По словам рекордсмена, всего после пяти дней тренировки его подопечные смогут пробежать босиком по льду через весь город без какого-либо риска простудиться. Сам же Вим Хофф славится куда более рискованными поступками. Одними из самых впечатляющих его достижений является марафонский забег в снегах Заполярья при 20 градусах мороза. Мужчина бежал босиком, а из одежды на нем были только шорты. Правда, эта авантюра едва не стала для Вима роковой. Во время бега мне показалось, что в левой ноге плохо циркулирует кровь, но тогда я не придал этому особого значения. А зря. По возвращении в Нидерланды выяснилось, что у меня обморожение третьей степени. Пальцы и ступня уже почернели, и доктора настаивали на ампутации. К счастью, я отказался, а вместо этого растирал ногу луком и молоком, при этом постоянно направляя энергию тела к поврежденному месту. В итоге ногу удалось спасти, что удивило всех врачей, рассказывает Вим о случившемся. Кроме того, Вим в одних только шортах покорил такие величайшие вершины, как Монблан и Килиманджаро. Причем во втором случае главным противником нашего героя стал отнюдь не снег, а солнце. На Килиманджаро я впервые почувствовал на себе мощь солнечной энергии. Моя кожа покрылась ожогами. Никогда не забуду глаза туристов, случайно встретившихся во время моего восхождения. Увидев меня среди вечных снегов в одних трусах, они приняли меня за галлюцинацию. А когда я приблизился и спросил их, не найдется ли у них крема от ожогов, у них едва глаза из орбит не выскочили, рассказывает наш герой. Солнечные ожоги в снегах Килиманджаро заставили Вима принять новый вызов. Спустя два года тренировок он совершил марафон по пустыне Намиб, не сделав во время его ни единого глотка воды. При всем этом Вим Хофф отнюдь не считает себя героем. Герои вечно с кем-то сражаются, а я миролюбивый человек. Кроме того, я могу себе позволить покурить или выпить, да и в остальном себя не ограничиваю. У меня пятеро детей, я не фанатик и не монах, просто мне нравится контролировать свое тело и проверять его на прочность, говорит Вим. Можно лишь восхититься жизнью этого выдающегося человека, а заодно пересмотреть свои жизненные ценности. Расскажи о Виме Хоффе своим друзьям. Может кто-то вдохновится его примером и начнет заниматься спортом и закалять свой организм. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересных.